Когда вместе с вами мы путешествовали по подоконникам моей бильярдной комнаты, вы видели вот этот бонсай, и я обещала вам показать, как я буду за ним ухаживать. Уход за бонсаем в основном состоит из нескольких манипуляций. Первое – это стрижка. Второе – это замена почвы на новую плодородную, потому что в тоненькой небольшой плошке плодородный слой очень быстро растением используется, и земля истощается. Начну со стрижки. Бонсай у меня состоит, как вы видите, из двух растений. Вот это одно деревце, и вот второе деревце. То, что крона закрывает стволы, это не есть хорошо, поэтому мне нужно как можно больше стволов открыть. И потом, он немножечко развалился, мы попробуем эти стволы поставить. Когда мы с вами делаем стрижку бонсая, мы представляем себе, что работаем с большим деревом. А у дерева есть ствол, и нам очень важно, чтобы он выглядел красиво и внушительно. Поэтому стволы мы визуально со всех сторон с вами оголяем. Оставляем облиственными только макушки. Вовремя вспомнила, что млечный сок фикусов ядовитый, поэтому надела перчаточки. А когда эти стволики растений выросли, они упали, поэтому сразу уже нужно придать нужное положение этим стволикам, даже еще не поменяв почву. Поэтому мне нужно поставить камушки, и теперь деревья будут уже в таком виде, в котором и останутся. Вот пока временно так делаем, чтобы понимать, как мы их будем обрезать. Вот эти ветки толстые, они мертвые, но мы их с вами сохраним, потому что они выглядят живописно. У бонсаев как можно больше сухих веток стараются оставлять, а вот такие тонкие, они не нужны. Укорачиваем ветки в том числе. Вот такие вот длинные нам тоже не нужны. Обычно в кроне бывают плотные маленькие вот такие вот веточки. Маленькие веточки обрезаем. Все время поворачиваем и смотрим, какие ветки мешаются. Вот эта ветка, идущая вниз, нам тоже не нужна. Мы формируем дерево так, как нам с вами нравится. Вот с этой стороны стволы не видны, поэтому крону нужно проредить, чтобы стволы открылись и с этой стороны обзора. Бывают бонсаи одностороннего обзора, бывают разностороннего. Вот такая маленькая веточка не нужна. У нас с вами разностороннего, его можно крутить. Поэтому нам надо, чтобы растение было красиво со всех сторон. Вот так вот мы укоротили. Теперь стволики очень хорошо просматриваются. Что еще мне не нравится? Вот такие большие листья, они характерны для фикусов Бенджамина обычных. Поэтому нам нужно большие листья убрать, а оставить только меленькие, характерные для вот этого растения, из которого он выполнен. Вот эта вот пустая ветка тоже не нужна. Вот, удалим мы ее. Листики мы потом промоем от пыли. Ну а пока можно заняться тем, что будем менять землю. Значит, пока у нас камушки уезжают, убираем мох сфагнум, который сохранял влажный верхний слой почвы, и вынимаем вот эту емкость из кашпо, в котором находился бонсай. Кашпо мы помоем, а вот эту землю мы заменим на новую. Вот так вот мы убираем верхний слой. Стараемся не затрагивать сами корни. Вообще, корни даже любят открывать в бонсаях. Почему? Да потому что вообще искусство бонсая пришло из Китая в Японию, а потом в Японии удачно культивировалось. И как вы знаете, в восточных культурах любят очень культ дракона. Так вот, в саду, в японском, всегда корни оголяются, чтобы они просматривались, потому что они похожи на концы хвостов дракона. Поэтому по возможности можно их открыть. Ну, теперь мы будем засыпать свежий слой почвы. Поворачиваем. Уплотняем как следует под стволами землю. Продолжаем досыпать. Ну вот, землю вокруг стволов я как следует уплотнила. Показать корни не удалось, потому что растение просто падает, если корни открыть. чтобы плошка не провалилась в кашпо, насыпем на дно керамзи. Я думаю, хватит. Примерим. Вот теперь она практически заподлицо с бортами. Дело в том, что мы будем укрывать поверхность земли мхом. Вот так. И, соответственно, можно его излишки заправлять вот как раз между бортами двух ёмкостей. Если мох постоянно увлажнять, то он будет зелёненьким довольно долгое время. Вот так. Годика через два мы этот мох, когда он уже станет абсолютно жёлтым, снимем и сменим на новый, зелёненький, свеженький. Мох, кстати, зелёным держится довольно-таки долго. В течение года. Поэтому любоваться на него будем ещё долго. Для того, чтобы он крепко держался, мы его обязательно увлажним. Тогда он станет пластичным. Вот. Заодно у нас и земля промочится, и мох как следует к земле прилипнет. На то, что он прирастёт к земле, не надейтесь. Этого не будет. Но для красоты зелёненьким постоит какое-то время. Поливать, конечно же, мы будем сверху. Именно мох. А он будет смачивать землю под ним. Для красоты можно добавить два камушка, чтобы сымитировать природный пейзаж. Даже третий подойдёт сюда. Бог любит троицу. Ну вот, как-то так. Вот такой вот обновлённый бонсай у меня получился. Он отправляется в бильярдную на свой подоконник. И мы будем им любоваться. Кстати, если вы хотите, чтобы камни блестели, вы можете их покрыть лаком. И тогда они будут выглядеть так, как я вам сейчас показываю. Они выглядят после поливания. Симпатичнее, согласитесь. Симпатичнее, согласитесь. Симпатичнее. Спасибо. Спасибо.